Эй, что тут происходит? Вот взгляните, вопросы будут терзать его до конца дней, он не перестанет искать ответы, он не отступит. Придется присматривать за ним. Вечно. Александр Виш, Личность, книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам? Глава пятая. Действия вируса. Вирусный сценарий. Ты уже знаешь, как схематично выглядит сценарий жизни. Прямая линия, линия жизни, с точками, событиями запрограммированными, которые произойдут, и вариациями между этими событиями. Все, что я говорил на эту тему, относилось к сценарию настоящему. А сейчас я расскажу тебе о том, как выглядит ваш сценарий, искривленный под воздействием вируса. Принцип точек и вариаций, или иными словами, сам каркас остался тот же. Заменен лишь сам сюжет. Образно говоря, легкий, лирический, комедийный фильм заменили кровавым триллером. Схема вирусного сценария сильно искривлена, и в ней есть несколько достаточно серьезных отличий от сценария истинного. О них сейчас и пойдет речь. Начну, пожалуй, с самого заметного отличия. В сценарии вируса лич есть карманы. Карманы – это вариации, создаваемые, прописываемые вирусом для корректировки сценария и устранения сбоев, в том числе уничтожения тех, кто проявляет свое нежелание подчиняться вирусной системе. Проснувшиеся и просветленные, а именно те из них, которые достаточно серьезно сопротивляются вирусу, предпринимают активные действия в этом направлении и становятся его мишенью, теми, от кого вирусная система предпочитает избавляться. Отличие карманов от вариаций в том, что они не приходят в точку, а начавшись в одной из них, тянутся без точек до самого конца жизни человека, наступающего гораздо раньше запрограммированного ранее. Длина кармана всегда намного короче изначально заложенного в сценарии жизненного пути человека. Это в чистом виде насилия. Но сам человек не понимает этого, а продолжает надеяться в начавшейся беспросветной череде неприятностей, из которых он до самой смерти не может выбраться, как бы ни старался. Происходит его постепенное выдавливание из системы. Сначала из социума, если есть семья – из семьи, а затем и из самой жизни. Почему вирусу сразу не решить проблему? Сразу не уничтожить непокорных, не создавая такие сложные схемы, как карманы? Во-первых, карман – это получение питания здесь и сейчас. Уничтожение приведет к реинкарнации, а это достаточно рискованный вариант развития событий, грозящий вирусу потери источника питания, потери душ. Особенно в случае с проснувшимися и просветленными, так как у этой категории людей шансы спастись очень велики. Во-вторых, это достаточно серьезное усилие воздействия на жертву, душу, в виде ухудшения условий существования с целью заставить выделять негативную энергию. Карман – это череда серьезных проблем и неприятностей, что дает большую вероятность изменения структуры души в негативную сторону, чтобы избежать ее потери при выходе из тела. В условиях кармана очень сложно выдержать давление и не проявлять душевной боли, а это то, что позволит поймать вас после того, как вы покинете свой скафандр. Продолжим. Как понять, что человек попал в карман? Что это действительно карман, а не временные неприятности, которых так много в вашей жизни, в сценарии вируса ЛИЧ. Главным признаком кармана является большая длительность череды неприятностей, от трех лет и более, с неизменным, повторяя неизменным, постепенным ухудшением общей ситуации и условий существования. Есть еще несколько признаков, по которым можно это определить. Это прекращение появления знаковых, поворотных событий, которые происходят в жизни каждого человека. Исключением может являться только рождение ребенка, но не всегда. Другими словами, это отсутствие точек в вашем сценарии, исчезновение из вашей жизни эффекта дежавю, ощущение выдавливания из социума на фоне начавшейся, очень длинной цепи негативных событий. Для лучшего понимания того, о чем идет речь, я вновь вернусь к самому построению сценария, расскажу о том, как в вашей жизни проявляются некоторые его особенности, о том, как вы можете чувствовать на себе действие сценария и убедиться в самом его существовании. Определить, где вы находитесь в данный момент, в точке сценария или в его вариации, почти невозможно, но есть признаки, по которым можно определить ваше прохождение границ между ними. Например, всем вам знакомый эффект дежавю является моментом возвращения вас в запрограммированную часть вашего сценария. Из вариации в точку является границей склейки вариации с точкой. В этот момент мозг чуть-чуть не успевает просчитать эту ситуацию, и картинка словно раздваивается и прочитывается мозгом дважды. Поэтому у вас создается ощущение, что то, что происходит вокруг, вы где-то или когда-то уже видели. На самом деле, все, что вы наблюдаете в этот момент, вы видели только что, мгновение назад, проходя границу между концом вариации и началом точки. Наложение картинки может длиться до нескольких секунд, и все это время вы будете испытывать дежавю. Они называют это дежавю. На самом деле, все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. В системе время от времени происходит сбои. Информация просачивается в виде вспышки воспоминаний. Дежавю! Вот и все. Длина склейки, другими словами, качество приземления из вариации в точку зависит от особенностей функционирования того или иного мозга. После нескольких минут, часов или дней, где все события запрограммированы, вы покидаете точку и снова отправляетесь в вариацию. Когда заканчивается время точки и начинается вариация, переход границы между ними, само начало вариации тоже наступает с известного тебе и многим эффекта. Думаю, ты замечал, что иногда буквально 10-15 секунд твоих действий словно стирается из твоей памяти. Например, ты вышел из дома, сел в автомобиль, но как ты прошел путь от двери своего дома до двери авто, не помнишь. И не помнишь не потому, что отвлекся или думал в это время о чем-то другом. Нет! Ты совсем не помнишь ничего из того, что происходило с тобой в эти несколько секунд. Подобный эффект есть начало вариации. Незадолго до этого, как правило, в твоей голове промелькнули мысли о чем-то желаемом, о каких-то кардинальных действиях. Но это не твои мысли. Эти мысли запрограммированные. Они создали вектор, произошел пересчет. Это и есть те секунды, которых ты не помнишь. И ты, сам не понимая того, отправился в вариацию. Вперед! К следующей точке твоего сценария. Есть еще один эффект, который появляется в момент переключения, когда вы начинаете путь с вариации к очередной точке. Это происходит тогда, когда вы начинаете замечать знаки, которые как бы отвечают на ваши мысли. Кстати, тоже в этот момент прописанные. Но только те мысли, что не имеют характера предчувствия. К примеру, с вами начинает разговаривать телевизор. Вы открываете книгу, а там ответ на то, о чем вы только что подумали. Не думайте, вы не сходите с ума. Но это и не совпадение. Вас просто начинают вести к очередной точке вашего сценария. Уточню только, что все эти эффекты у всех происходят по-разному. Отличаются по продолжительности и по силе восприятия. Все зависит от того, какой вам достался по качеству скафандр, а точнее, его главная часть – мозг. Некоторых приземлений в точку и запусков в вариации Вы можете и вовсе не заметить, но такое происходит редко. До появления вируса люди совсем не ощущали этих границ. Воздействие вируса привело к появлению некорректной работы многих программ. Описанные выше эффекты происходят со всеми, и если они происходят с тобой, то теперь ты знаешь, что это движение твоего сценария, которое ты ощущаешь на себе. Теперь вернемся к особенностям вирусного сценария. Вернемся к карманам. Что может послужить признаками того, что человек попал в карман? Кроме отсутствия эффекта дежавю, отсутствия появления знаков и других проявлений движения сценария, в вашей жизни начинают происходить неприятности, имеющие затяжной по времени характер. Например, вы долго не можете найти работу, все словно срывается в последний момент. И здесь часто включается главный козырь вируса – отсутствие денег. Начинается депрессия, а затем нередко наступает последняя стадия кармана, ведущая к тяжелым болезням, либо вовсе к появлению мыслей о суициде, и не только мыслей. Это, по сути, приговор для человека и создаются вирусом по разным причинам. В основном, как я уже сказал, это происходит из-за отклонения от вирусного сценария, из-за активно выражаемого отказа человека от участия в действиях, приводящих к появлению негативной энергии, из-за нежелания проявлять негативные эмоции и нежелания идти на нарушение законов Создателя, из-за отказа играть по правилам, установленным вирусом лично Земле. Карманы – это способ ликвидации вирусом проснувшихся и тех, кто начинает пробуждаться, способ одеть их после реинкарнации в новый скафандр, который уже ничего не вспомнит. Тем самым, личь корректирует свой сценарий, чтобы все шло так, как ему нужно. В некоторых случаях происходит возвращение таких людей из кармана снова в сценарий, если они прекращают свои попытки что-то изменить, опять готовы уснуть, готовы вновь принять условия и условности вирусной системы, соглашаясь тем самым на продолжение питания ими. Карманы уготованы не только тем, кто оказывает активное сопротивление вирусной системе. Нередко в кармане оказываются те, у кого уровень энергии, исходящий из души, очень низок. Это те души, у которых под воздействием вируса произошли серьезные структурные изменения, и уровень их энергии настолько низкий, что они могут не пережить очередной реинкарнации или вовсе не дотянуть до конца воплощения. Вирус выжимает последнее, что осталось в душе такого человека, не дожидаясь реинкарнации, где есть риск, что душа отдаст последние энергетические силы не на питание вируса, а на попытку вернуться домой. В твоих интересах рассказать все, что ты знаешь. Я много знаю. Долго рассказывать. А мне домой пора. Есть еще одна причина попадания в карман. У вас практикуется хождение к различным гадалкам, магам, в общем, к людям с экстрасенсорными способностями, с просьбами решить проблемы, приворожить или наказать кого-то. Люди, занимающиеся такой деятельностью, контактируют с тонким миром, не обладая полными знаниями обо всей конструкции, что бы они ни говорили, и тем более не ведая о главной проблеме, о вирусе, воспринимая существование тонкого мира как естественное явление, как обязательную часть конструкции. Они часто не совсем понимают и то, насколько на самом деле тяжелыми могут быть последствия от их действий, как для них самих, так и для других. Поэтому нередки случаи, когда они идут на прописывание карманов по заказу, как приворот, на программирование неудач, только у вас это называют по-другому проклятие. Этот метод имеет крайнюю степень искривления и наносит удар не только по тому, кто проклят, но и по тому, кто это сделал. А тот, кто это заказал, если он или она не пустые, вообще рискует умереть на духовном уровне. И если не успеет компенсировать, то дожив до конца своей телесной жизни, душа, вмонтированная в тело такого человека, при выходе может подвергнуться процессу расщепления. За пределами вашей земной жизни законы физики продолжают свое действие, но уже совершенно в ином виде и на другом уровне. Процесс расщепления характерен присутствием эффекта трения и поэтому сопровождается возникновением крайне высокой температуры. Возникает ощущение сгорания. Отсюда, кстати, и ваши сказки об огне, котлах и чертях. Похожее происходит с убийцами, а прописывание карманов при наведении проклятия есть не что иное, как один из видов преднамеренного, осознанного убийства. Душа того, кто заказал проклятие, если скафандр не компенсирует этот грех, погибает в отличие от души того, на кого сделано проклятие. Проклятый после реинкарнации попадает в другое тело и, что важно, полностью избавляется от проклятия. Поэтому, кто кому сделал хуже, это еще большой вопрос. Душа к проклятию не привязывается. Все неприятности, связанные с этим, испытывает скафандр и в некоторых случаях генетически связанные потомки этого скафандра. Попав в такой скафандр, душа практически ни за что испытывает проблемы. Определить, попал ли человек в карман, несложно. Сложнее предотвратить попадание туда, а если человек уже там, то вернуть его или как-то помочь без знаний на 99% уже бесполезно. Есть способы спасти себя от попадания в карман, а точнее не допустить создания кармана для вас. Но об этом я поделюсь с тобой в практической части нашей беседы. А сейчас расскажу о том, как выглядит проявление того, что человек находится в кармане. Каковы признаки данного искривления? Субтитры сделал DimaTorzok И что здесь сказано? Сказано, то, что произошло между вами, это серьезное отступление от его плана. Так что Верховный его переписал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok